мы рады приветствовать вас на канале грядут приключения где пятеро друзей раз в неделю играет в dnd 5 редакции иногда не раз в неделю иногда и не в dnd мы только что сыграли наш в 17 эпизод 18 18 он назывался как он кокон он собственно вот только что мы его сыграли и это обсуждение пожалуйста следующие 30-40 минут и мы будем обсуждать прошедшую игру поделимся своим мнением и ощущениями мы как видите впервые на обсуждение не на желтом диване потому что мы пока что еще не накопили на него достаточно средств но совсем скоро он у нас появится что ж что ж вера кто модератор этой вечеринки могу быть я модератором этой вечеринки и вот например иннокентий с мам я еще не определилась счастлива я от того что впервые посмотрела стрим эпизода компании от начала до конца последний час я сидела напряженная до предела сжавшись ждала того что же скажут кубы спасибо за стрим вы оставили мне с глубокой тревогой на душе но я очень вас люблю вот это знак любви говорят что фото лёхи топ как вы так это прочитали туда ничего сила глаз алмаз что мы как будто в театр пришли на первая цель цитрус пишет гоша мне что ты творишь мне нравится продолжай вообще эпизод крышесносный это было очень эмоционально круто отыгрыш игроков меня если честно поразил андрей особенно зацепил в боевке спасибо вам за все это я нарисовала для вас скетчи в фан-артах и благодаря советам чата смогла сделать миниатюры деревьев из подручных материалов хэндмэйди для зрителей которых сегодня было очень много присоединяйтесь дискорду это лучше чем смотреть на ковы мистер кова хуева заскочила на минуточку передать всем привет сейчас убегу смотреть стрим записи чтобы не успеть отхватить спойлеры правильно беги и скорее не успеете захватывать спойлеры твелфе лаванс андрей кому публик сказал я люблю тебя мнение в чате разделились ответь пожалуйста мне вот так вот на обсуждение есть скрытый эпизод про и гдреса и публик когда же нужен андрей сделай скриншотов и андрей ищет у людей глаза есть муни саншайн была на стриме компании первый раз нагоняла компанию потихоньку месяц скажу так это был очень эмоционально сложный эпизод начиная с предыстории до самого конца чатик получил инсульт жопу и не только мы виртуально обнимались и держались за ручки со слезами на глазах мое сердце разбито на миллион маленьких осколков что ж вы творите это было превосходно пс гоша вчера нагадал так нагадал на этот эпизод помните про нужно быть не нужно быть важным важно быть нужно сегодня мы были нужны я кстати хочу сказать что одну вещь я закину ее сейчас чтобы потом через несколько лет этот момент вспомнили я про него расскажу через несколько лет когда закончится компания сегодня был очень интересный момент реально который я не могу рассказать и не смогу рассказать еще очень-очень долгое время что ты вешаешь такую интригу потому что я не могу с этим жить если я хоть что-то не скажу так ну ну давай как говори как раз так вот я скажу сейчас давай ты хочешь через пару лет ты сказал скажешь нет я расскажу расскажу а сейчас что скажешь я скажу просто скажешь да скажу что повесишь интригу да что сегодняшний эпизод он как бы выстраивался тематически и очень сильно шел там было несколько очень было несколько вариантов как бы он пойти и как он мог развиться и закончится и этот финал просто супер интересный супер крутой крайне вот этот финал который сегодня случился вот и я одновременно очень рад что он так закончился этот эпизод очень рад и одновременно я ужасно раздосадован ужасно раздосадован финалом этого эпизода вот потом я просто это оставлю здесь два года мы ждем да 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 через два года через два года да я вспомню этот момент что и меня сегодня разрывали чувство просто невероятный и вообще принятие решений было очень-очень-очень сложным что-то как-то темновато да явно но вере на двадцатка спасла облегчила жизнь многим людям зрителям игрокам и просто людям которые смотрят на 2035 году кстати привет вам 2035 год все ругаются на свои кубы мои кубы сегодня были неплохие хочу сказать яныч пьяныч пишет нам так ну что предыстория вигдресса прекрасно обожаю такую атмосферу и вообще все эти обряды вау и вопрос вера энгрибердс не понадобились нет я мало что могу сказать про эпизод потому что все в голове но как-то не выражается это очень тяжелый эмоциональный эпизод но мне это нравится можно объявлять 29 сентября между грядочным днем критической единицы ребята ваши диалоги прекрасны то как развиваются персонажи с каждым эпизодом завораживает момент схтонию просто режет по сердцу проешу я вообще промолчу кстати помню кто-то сказал что из-за воскрешения эши персонажи теперь бессмертный и диана сказала что так-то эша может умереть первое никого не воскресить вопрос диана зачем ты это сказала xd последний эпизод с попытками убедить фиона блин последний эпизод с попытками убедить фиона просто потрясающий со стороны всех персонажей все как всегда крайне неоднозначно и я даже не знаю про что именно говорю ребята вы все огромные молодцы люблю вас а мы любим тебя пьяно чьяночь маклуби тердячка полетела ебаный батат во-первых привет во вторых андрей верни кубы хозяйки или выкинь их нахрен ты не нравишься очевидно я не кидал эти кубы кстати я бы хотел сказать если можно можно раз у нас обсуждение я думаю что было бы прикольно если вы сказали какие-то свои типа по горячим следам ощущение честно от эпизода типа ваши как игроков сейчас давай я дочитаю сообщение хорошо гоша ты невероятно крут а ребята спасибо большое за эпизод это было очень насыщенно гоша ты невероятно крут отыгрыш сам поворот событий описание сцен в какой-то момент поймала себя сидящий с неописуемым выражением лица от представляемой картины браво боевые сцены с каждым разом все лучше и лучше диана все больше раскрывается как игров как игрок и наблюдать за ее ростом чистое удовольствие это была первая часть следующую мы получим я так понимаю что чем короче боевые сцены тем для зрителя лучше можно продолжить лить мед ведь действительно придраться не к чему даже обсуждали свои действия герои не так долго и муторно как это иногда бывает ну в общем ребятки молодцы хитоническая соблазнительница прекрасно как всегда и хэштег свобода лёхи вот я прочитала сообщение теперь можем да да наши ощущения просто честно скажите чё я про текущий крайне недоволен лишь тем как сегодня выпадали кубы в остальном скажу так ну это очень тяжело сохранять какое-то самообладание когда мы вечно снизу пищевой цепи в этой истории вечно мы кому-то что-то должны кого-то надо уговаривать слушай тут ларан тебе алмазом рассыпал дай всем скажи и честно говоря становится страшно потому что куда еще страшнее но видимо есть куда прекрасный мне кажется во первых у нас наконец-то перевернулась карта это волшебное море наше и этот утес великолепный и вообще на самом деле я сегодня сам у себя в голове как не сложившийся художник представлял уже несколько картин которые я бы написал как мы стоим перед этой стеной светлячков то есть там там были очень-очень атмосферное как мне кажется получилось приключение одно из самых атмосферных бег по лесу и первая часть конечно мы разгонялись какое-то время вот лично я спустя очень достаточно длительное время снова не играв за персонажа своего что-то вспоминал пытался находить и нам еще четко очень тяжело разбираться друг с другом по поводу того куда ехать что делать когда есть несколько ниточек за которые можно тянуть и я так понимаю мы выбрали ту ниточку сегодня очевидно вот и мне кажется очень круто как это поэтично все выстраивается как это Гоша очень мощный художник и я его до этого не воспринимал так мощно как творца именно такой мощи такой силы потому что это очень красиво когда работает воображение и человек дает максимально мощной подачи своей дает все все комплектующие этого мира и этих сцен и в это очень круто впрыгивать и тебе не нужно делать усилия для этого и как по мне это одно из самых атмосферных приключений но мне очень хочется еще меньше грусти но я понимаю меня снова вкинуло в то десятое приключение и это прям атмосфера она Гоша очень круто и четко подает это все и просто заебали меня эти ведьмы вот что я вам скажу они меня заебали я потерял за них руку две секиры блять я теперь могу бить головой и блять ногой вот но это очень круто потому что это закаляет и от этого появляется еще фантазия и возможности двигаться еще куда-то и творить больше вещей и вообще сегодняшние сцены да и диалог сложные и те которые описывал Гоша это очень крутое кино которое я бы точно бы смотрел спасибо все я теперь должна сказать не обязательно next чего блин первый стрим вообще-то здесь сыграли да сыграли первую игру мы здесь да это правда всех поздравляем и вас тоже друзья вы прямо с нами сейчас все сидите у дальней стеночки как вас много хватит раздеваться ну что опять 88 человек между прочим круто для обсуждения еще в 14 да мне нравятся вот все грустные моменты и с момента как мы вошли в лес и началось вот это вот все преследование кукол призраков и всего мне кажется это вот там вот как раз воображение начало просто бешено играть и действительно очень такие художественные картинки не знаю все так визуализировалось просто одновременно с тем как Гоша говорила оно все так рисовалось и как мы что-то говорили все так дописывалось и двигалось вот у меня все время ощущение того что через все это шло вот луч шел к этой девочке и очень классно было в какой момент ты подумала про когда я спросила сколько лет да я так и подумал я так и подумал мы с тобой да что жалко в следующий раз надо запрещать игрокам читать вообще хоть что-либо это просто тогда не таких злодеянов да понимаешь понятно ты как будешь в Карватову играть когда у него там тоже что-то будет не но я очень рад что вы метагимов не используете я за это большая благодарность и респект да это очень круто причем я в процессе об этом забыла я там это поняла такая ага понятно я не могу об этом думать до свидания и потом уже когда я даже в пещере не подумала о том что она начала перевопрощаться я реально подумала то что за ней пришла эта баба и это а там уже когда на скале да я поняла то что точно она же превращается ее надо было убить или что сделать вот ее же просто нельзя было заводить или можно мы не знаем но почему это било в сердце я хотела успеть до ее превращения чтобы убить ее чтобы она не обратилась сделать ритуал да, и доставить ее к Светочу, чтобы он помог. Я не знаю, возможно ли это, может ли он что-то с этим сделать. Это было слишком поздно уже. Было слишком поздно. Но мы могли успеть, или не знаем? Ну, условно говоря, теоретически, так скажу, это... Эту линии туда расстраивали. Наэль, вы увидели в определенный момент. То есть, вы посмотрите по времени, когда это было. Если бы мы тогда ее схватили, когда она с бродериком говорила, ну, от времени зависят, да, какие-то вещи, да. Ну, то есть, это конкретный тайминг. Что-то реально прибежали, огонечков нет, она еще такая, к скале идет, такая, ну, ладно. Не, вообще очень интересно было. Да, да, ну, не будем об этом. Если бы до Кабы, знаете, все такое. Очень тяжелый эпизод. На самом деле, как для игрока. Для меня очень тяжко. Пока мы, извини, Гармотик, пожалуйста, пока мы говорим такие серьезные вещи. Люди просто угорают над твоим свитером. Да, накуренные волки. У них красные глаза. Волки-вампиры. Да. Очень тяжелый эпизод, как для игрока. просто очень тяжелый. Потому что, конечно, когда ты сильно переживаешь, я вот понял сегодня, когда ты сильно переживаешь, как игрок, за судьбу персонажей и компании, очень сложно находить себе силы для творческого отыгрыша. Да, да, меня помню. Очень сложно. Я понял, Александр, потому что, мне кажется, в этом есть проблема боевки. Почему она часто как бы неинтересна никому, кроме тех, кто дерется. Потому что момент, когда ты волнуешься и ты хочешь максимально... То есть, когда ты хочешь победы, когда ты... А в боевке ты хочешь победы. То есть, странно играть в боевку и не хотеть победы. Ну, по крайней мере, я не могу тут играть. Вот. Особенно, когда ты играешь в боевке, в которой ты понимаешь, что шансы, только если будет фартить просто как вот тому чуваку, который топтал казино. Если будет фартить, тогда ты имеешь шанс выжить. И в такой боевке отыгрывать что-то творческое очень тяжело. Просто очень тяжело. Вот поэтому для меня сегодня очень напряженный стрим. То есть, я прям напрягался, как игрок. Я очень рад, что он прошел, что он кончился. Что он начался. Что сюжет не растянулся на несколько стримов. Я счастлив. Спасибо Гоше, что он задержал и не оставил нас где-то в лесу. Со словами, на этом наше приключение завершается. Вот. Что мы добрались до этой гадины. И все-таки как-то эта история завершилась. Вот. Конечно, мне тоже, я вот согласен с Юрой абсолютно, что я тоже уже одолелся договариваться с говноедами. Вот. Я уже устал. Я понимаю, что как бы, то есть, как бы, кто еще, кто тебе доктор, что называется. Что как бы это наша, как сказать, ну не наша, это наша совместно с кубами ситуация. Вот. Но, конечно, обидно. Я уже как бы, я соскучился по битвам, в которых мы как бы деремся. Вот. Я соскучился. И сегодня я это очень ярко понял, когда я стал промахиваться раз за разом. И я прям понял, что я соскучился. Единицы. Три подряд. Единицы нет. Единицы, двойка, единица, тройка. Там что-то такое было. Все вдохновение следили. Вообще. Не, у меня было, подряд ходы. Не понравилось. Ну, как бы, там и состояние было. Ну, каково вам на моем месте. Ну, у тебя, даже у тебя такого не было, как сегодня было. Да, у девочек сегодня хорошо шло. Ну, не считай твоей одной критической единицы, которая дала тебе два провала. Вот это был ты. Это такой ужас. Ну, за то, что потом было три все-таки успеха, это было прям еще. Во, я могу сказать, что я прям вымотался. Да, я нервничал. Я вымотался. И, конечно, хочется уже кому-то, знаете, или носовать кубами, я бы так бы сказал. Вот прям, чтобы было... Прям расчлененкой заняться. Вот прям носовать кубами, причем не злодеяние. А вот именно в компании. Чтобы на нас выбежали какие-то комары. Дети. Очень плохие, которых не жалко, и мы их как бы... Комары! Я не знаю, как еще я могу победить, когда я выкидываю двойку. Я даже комара не убью. Да, не убьешь. Хорошо, что мастер с меня пожалел, я с обрыва не упал. И твистером не укатился в воду. Поздравляю, я сам их скинул, блядь. Свои секеры туда, добровольно. Ну, кстати, это был очень хороший шаг. Он повлиял, кстати, на игру. Я знал, я знал. Он правда повлиял. Я верил в это максимально, я надеялся. Вот, поэтому если мне было тяжело, я могу сказать так. Я даже был на самом деле на грани того, что я перестал получать удовольствие просто от игры, потому что для меня это было прям в какой-то момент, я такой, да неужели опять? Да, да. Как? Когда это кончится? Когда уже? Я не могу. Я не могу. Я хочу побеждать. Я не хочу страдать. Вот. Сейчас я уже как бы понимаю, что все круто. То есть сейчас у меня уже больше удовольствия от пережитого. У меня больше удовольствия от пережитого. Это как на аттракционах. Ты летишь на американских горках и думаешь, никогда в жизни больше я не сяду на тебя. Но потом как бы ты выбираешь все-таки именно это. Вот. Классно. Мне очень понравилось стоить, потому что я не знал, во что это может выглядеться. И классно, что нас вели как бы. То есть я прошел по пути, что два существа идут вместе рядом. Вот. И даже в пещере я думал, что как бы ведьма схватила девочку. Да, я тоже думал, она ее тащит. Я тоже думал. Я до конца для меня. То есть я прям удивлялся весь стрим. За это, конечно, огромный респект. Потому что у меня были удивления. Я удивлялся. Я удивлялся товарищам. Грядут удивления. Я вообще удивлялся товарищам, сопартийцам. Потом я удивлялся этому. фахтунгу. Потом я удивлялся. Где фахтунг? Светлячагам. Не знаю. Светлячагам. 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 Вот. Вот такие у меня впечатления. Походу надо, короче, искать что-то, как-то уговаривать кубы на это пространство. Потому что прям... Нет, нам аномалип надо. Надо что-то нам какой-то, да, этот... Да видишь, устроить какой-то смешной, чтобы кубики покидать. Да. Ну, то что-то как-то... Вера? Мне было очень интересно. Но я, видимо, любитель по жести, я не знаю. Но я прямо вот для меня это очень круто, потому что я испытываю реальные, настоящие эмоции. И, конечно, когда хорошо заканчивается всё, более-менее. Вот. Если бы всё закончилось плохо, конечно, был бы другой вопрос. Но мы разбираем сегодняшнюю ситуацию, поэтому... А сегодня закончилось хорошо или плохо? Ну, на мой взгляд, нормально. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что мы могли спасти и девочку тоже. Может быть, не могли, я не знаю. Но мне почему-то так кажется, что мы могли. Вот. Но, по крайней мере, как бы Эшу не убили, и всё как бы, ну, более-менее нормально для нас закончилось для всех. Вот. Но пережитые эмоции — это очень круто. Я тоже, как и Диана, догадалась намного заранее. Ты видел, да? Да. На каком моменте? А ты знала про это? Да, я же хотела брать каргуру. А, я ты читала. Да, я знала эту тему. Вот. Я догадалась где-то в тот момент, когда мы увидели её на скале. То есть, я как-то соединила в голове всю систему. А, ну, это нормально. И поняла, что как бы вот так вот. Вот. Ну, и, собственно, Больше всего я боялся, что вы начнете об этом думать в карете все. Все что-то обсуждать и думать об этом. Ну, нет. Ну, хотя вот Диана там... У меня не было не варейшем. Ну, я как бы поняла это и забыла про это. Зачем мне про это думать? Нет, нет. Спасибо вам. Я вообще думал, что она какая-то чистая душонка, привязанная к берёзе, которая плачет и умоляет её спасти. А эти огоньки тебе такие... К ней её жрать. Но нет. Она несчастная. Нет, это я понял. Она же не хотела. Да, да, конечно, она не хотела. В ней боролось её живое, настоящее, что она являлась живым существом, человеком, ребёнком. И вот эта сущность, которая из неё рвалась. Да? Я думаю, что щит о подробности того, что произошло ещё, мы всё впереди. Да. Впереди большое. Как жаль, малышка. И много всего интересного. Ужасно. Девочка, она же выжила. Она же там плавает. Ну что ж, ребята, спасибо вам большое. Я в свою очередь скажу, что я нанервничался, наволновался, очень переживал. Горжусь вами в ужасе от кубов с ваших. У меня просто Гоша прям принял смерть Дианы. Да, мы с ним соединились глазами. Да, 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 я делаю такое, типа. Я была готова. Да, ещё тут фишка в том, что у меня более положительные впечатления, потому что у меня с кубами всё было сегодня в порядке. Прям очень в порядке. У меня не было такого, что прям, блин, жесть, пипец, кошмар. Вот. Так что, короче, я люблю божесть. Ой, я разнервничался когда-нибудь, я напишу книгу. Как я нервничаю на стриме? Как шла эта кампания? Все повороты нельзя, да? Да, нет, вообще все повороты и мои внутренние какие-то повороты-развороты и всё прочее. И то, что могло быть куда... Потому что всё равно внутри кампании есть как бы предполагаемый сюжет всегда. Ну, он неизбежный, он не может его не быть. И развилки, и повороты, и столько их так много. И на особенно интересных я всё время такой... То есть это вот момент, как бы действительно история прям резко поворачивается в другую сторону. Резко. От этого зависит дальше, то есть всё... Месяцы того, что будет происходить дальше. Целый. Это очень интересно и захватывает дух. Спасибо, ребята, что высказали. О, всё. Просто великолепно. Да, было очень круто. Ты переключался вообще бесшовно. Это просто невероятно было. Что-то растёт. Так, ну что, вернёмся к нашим любимым зрителям. Поэтому я даже не предполагаю, где мы тогда остановились. Если кто-то что-то видит, давайте что-то совместим. Давайте у меня вот остановится. Так, Яныч... А, Ильяныч, Пьяныч. Это я читала. Да, да. Я банный батат. Во-первых, привет. Во-вторых, Андрей, верни кубы хозяина. А, это было, да? Да, это было, было, было. А, часть 1. Тут обломано. Тут один человек передать сообщение. Сегодня... А мы прочитать сообщение. Сегодня описание депрессивного состояния героев в лесу, которое передал Гошу, удивительно совпало с моим настроением. И от этого было больно. Но почему-то легче. Как будто я не одна. Спасибо, что таким образом поддерживаете. Это от Louis BSX. Louis BSX. Не грусти. Вообще не грусти. Не грусти, если хочешь. Мы часто... Мы часто... Все эти люди, которые идут через лес, и которые ужасные печали. Все будет хорошо. Ты выйдешь из леса. На краю леса ждет карета с фальконом, который места себе не находит и думает, что Лоран убьет его, потому что бараной осушляется где-то в ночи. Пошу молитву. Сантера пишет про арт и скетч в дискорде. Теперь надо забежим, но попозже. Вуамай. Говорить много не буду. Было очень круто. Хочу напомнить Андрею, что у Eldridge Blast все снаряды отдельные. На попадание кидает за каждый из них отдельно. Не знаю, о чем речь. Ну, то, что у меня два луча вылетают, и по идее я должен кидать за каждый. А, понятно. И спрашивают. Это наш Home Rule, что я кидал один куб на попадание. Ага. Честно говоря, я просто не прочитал, видимо, в самом заряде, что кубы кидаются отдельно. Я, точно говоря, просто не знал этого правила. Так вот, и все. Разберись со своим персонажем. Верочка, будь другом. Можешь прочитать и перевести. Да. Поскольку я не понимал... Это Джеймс, пишет. Да, Джеймс пишет. Джеймс, вы увидите месседж. Не понимал, видимо, русский язык. Весь страх и хоррор. Чат давал мне, не знаю, что такое госбампс, наверное, это подсказки имеется. Гусбампс. Не знаешь, Вик? Не видел этого слова. Наверное, это подсказки. Напишите, если вы знаете. Какое-то сленговое слово. Да, надо прогуглить. Новая студия выглядит потрясающе. Смотри, какой дизайн. Проверьте в Дискорде фан-контент на предмет моего новейшего косплея. Это посвящено Диане. Класс. Джеймс. Спасибо, Джеймс. Перескажи, что мы обязательно зайдем в Дискорд и посмотрим. Ну, скажи, пожалуйста. Вот Андрей уже там. Да, я уже тут. Я уже в Дискорде. Фан-контент надо будет проверить. Эндрю, try to find your cosplay. Мурашки, мурашки. Бус-бус-бампс, это мурашки. Вау, Джеймс. Это брат Фафы? Это брат Фафа? Фафа-брадра. Фафа-брадра. Это брат Фафа. Это лучше, чем Фафа. Фафа-брадра. Я думаю, как-то вот так ощущал себя этот, Хагалас. Фафа-брадра. Фафа-брадра. Да-да-да-да. И урок слайка, Хагалас. Честв. О, Ага-год. Очень круто. Кристина. Кристина СМ и именно Кристина. Я вырывал. Значит, так, изначально засыпал в моменте с Игдой СМ и с фитвичками, потом меня разбудил Крик Гоши. Лучше будильник, кстати говоря. С этого момента началась просто мясорубка. Гоша не перестудила в ростовом, насколько ты гениальный мастер. Это была первая фраза, сказанная тебе при встрече, сейчас надо прожать в очередной раз. Спасибо. Нипит 08. Спасибо за стрим, лучше, как всегда. Столько эмоций, поиграли на наших нервишках, конечно. Писала ваншот на 24 часа для выходных под стрим. Отлично вдохновилась. Кристина, еще раз. Изначально написал небольшой текст в поддержку Юры, так как его больше всех помотало в эпизоде, и полное невезение в кубах было. Юра, не грусти, ты бы видел, как тебя поддерживал чат. Мы заряжали кубы как могли. Вы умницы, я знаю, я чувствовал это. Просто я сам подвел себя, перепрыгивая с кубов на кубы. В общем, мне понравилось играть зелеными, я заряжу их. Просто хочется прям иметь личные кубы Игдреса. И я думаю, что эти зеленые, они мне сразу понравились. Не то, что я отказываюсь от красных. Но вообще нужны какие-то крутые кубы, типа металлические. Ну, типа серьезные Игдресовские кубасики. Да, такие с рунами, там, варварские, гулявские. Ну, я не знаю, есть ли такие, есть ли которые еще светятся, или когда ты кидашь, они такие делают. Типа такие, знаешь. Па-па-па-бам, вот так вот. А на двадцатке, типа, ебать! А вот эта картиночка на критах, это типа или рэм, или или. О, ну да, или секиры там. К тому, что надо найти кубы, потому что это другое пространство. Это другое здесь в воздухе летает. Летают тут комары в воздухе. Комаров до хрена, да. Нужно найти кубасики свои. Нужно найти фумигатор. И фумигатор, да. И все будет. Но что поделать, день такой, кубы правда не летели. Отвратительный день Тури Рима. Ручинира. Таумариор. Три Маури. Три Маури, какое слово кроши. Три Маури. Боже, что это за слово? Ты сам его придумал, или что это? Офигенное слово. Как будто бы что-то из Наруто, три Маури. Три Маури, это такой треххвост, ты знаешь, какой. Три Маури. Какое-то другое вселенное. Что происходит? А он включился. Горбатый, наверное. Нет, у меня выключен звук. Да, у меня. Я просто... Я сейчас включил донат. Сейчас они должны работать. У тебя есть возможность разучить, которые были не озвучены? Крутая арка с моим персонажем и моего детства мне дает больше и шире видение того, кем я был и откуда ноги растут. И... Мои взаимоотношения, которые мне Гоша дает раскрывать с братьями. И все мои страхи. В общем, и... Именно как отдельный народ со своими обычаями и... очень интересными традициями. Это мне дает очень много фантазий и воздуха для того, чтобы еще что-то вплести в Игдреса. Это очень классно было. Еще в кубы летели отвратительно. Это один из худших дней Игдреса на самом деле. Он его запомнил на всю жизнь. Черный день, Чёрный час Три Маури. А какой хуже? С детьми или этот? Этот. Да? А вот когда ты ползал по кухне по нашей и кричал, что больше... Этот с детьми я имел в виду. Да нет, оба неотвратительные. Что выбирать между плохими днями? Прекрасный тень. Друзья, я... Тут, короче, Лёха опять додосит сервера. И донаты пока подсломались. Но я сейчас буду их читать сам вслух. А ты будешь делать такой тоже голос робота немножко? Да, 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 буду. Я даже буду делать вступительную вот эту вот штуковину. Сейчас сделаю. А вы пока читайте, что там люди пишут. Давай без неё, так дольше будет намного. Хорошо. Теперь слова Игдреса про то, что он рыбак имеют гораздо больше смысла. Реально. Он тогда ещё понял. Жесть. А когда я после этого жил, ты реально же стал рыбаком такой, типа, и рыбу, да? Да, да. И каждый день мне снится это. И каждый раз, когда рыбу кладёшь в бродере куда-то на стол... У меня перед глазами флэшбэчат меня, что я застрял, как это... В унижении. Я вот так вот бьюсь как бы в землю и ничего не могу поделать. И сегодня, когда я скинул свои секиры, я чувствовал себя этой... В море. Барахтающейся. В море, в море, да. Они там... Сейчас какие-нибудь акулы с ними плавают. Я так хочу этот момент, когда мы на твоём острове, там, грандиозное посвящение тебе в дикострах, а типа ты становишься богом сам уже. Дикоигдресс. Нет, по набору сначала рука. Нет, по набору сначала новые секиры. Ох, у меня планов. Стой, адское отродье! Люблю вас безумно. Ваша печенька. Жуть какая. Можно донат включить? Это, это, это Лилеон пишет. Лилеон, Лилеон, спасибо тебе за твою поддержку. Лилеон, перестань дедосить, пожалуйста. Так, ну что там? Лиля, ты что, всё посмотрела, что ли? Нет, она на обсуждение пришла, она ещё там в предыдущем... Спойлеры. Лиля, ты словишь спойлеров. Ты чё? Там умерла Диана. Она даже если поймает, она профессионал. Их забудет потом. Твоя подруга опять тут детей закапывает. Она меня не пригласит. Вдруг я детей закапываю. Так. Лиле, ты просто смотришь, да? Нет. Ну что, вот я увижу отсюда? Ты думаешь, я что-то вижу? Зачем? Другие люди читают. Я вижу, ххд, мне уже хорошо. Гоша всех разбудит. Ну чё, ребят, чё читаем? Момент с рыбалкой, копьём, и слова Игдраса на протяжении всего приключения о том, что он рыбак, боже, так красиво совпало. Если это не было заготовлено, что именно так получится, то это гениально. Со стороны Гоши, со стороны Юры. Слушайте, это походу гениально, потому что это не было задумано. Татьес, мне кажется, этот эпизод должен был быть гораздо позже. Он должен молчаться в пять и начался в пять. Да, закончился. Катахор. О, починились. Лёх, спасибо. Ау, что-то нам еще. Спасибо. Гадкость, сестра, это был смайлик. От FIFLO95. Спасибо, FIFLO. А, двое точек и скобочек. Да, да, да. Я согласен с тем, что очень много вещей, как ни странно, магическим образом начинают связываться. это очень, ну, это сразу выходит за рамки игры в четырех стенах, которые находятся в здании, это сразу обретает какой-то магический, магический какой-то шлейф. Катахвой. Вера сегодня просто мощь. И урона нафигачила, и Демонюгу уговорила. Просто спасибо. Да, красотка. Вера вытащила катку. тут пишет, я сегодня в клубе фанатов Веры тащила всех, сразу видно, что наслаждалась всей душой происходящим. Однозначно, Дафна, прелесть. Да. Да. А Вера сегодня немножко такая больше от себя шла. Наконец. Дафна раскрывается. Дафна раскрывается. Мы на по-новому. Я от себя иду с момента, убивать, видимо. Да, да. Вот уже с горбатым началось. Ой, у них такие, мне нравятся такие перепалочки. Там искры летают. Потому что я была не согласна с его точкой зрения. 19 Нита. Дублирует, так как не знаю, ответили или нет. Всем привет. Опять не успел на стримы заработать. Смотрю запись и в шоке от кубов Юры. Где твоя фирменная подковырка? А я, пожаловавшись, на это иду дальше смотреть запись. Люблю вас. Вернулся спустя минут 10, хочу опять пожаловаться на кубы Юры. Это уже не смешно. Надо менять кубы и звать священника на оболете. Спасибо за прост мемы за почти случившиеся в льетнамские френд 5 и 10 эпизоды. Пожалуйста. Спасибо вам за донатики. Это уже не смешно. Надо менять кубы и звать священника и освятить вашу студию вместе с кубами. Ну или антисептиком их дезинфицируете от кубинской порчи. Просто нужно с ними побыть какое-то время. Поспать. Ну и дезинфицировано все здесь. И подковырка, она... Окончание вчерашнего стрима. Просто немыслимое кроватство. Какого стрима? О чем речь? Ты помнишь, когда стрим был вчера? Что? Был стрим. Стрим? Не было никакого стрима. Я не помню стрима. У меня занятия были с детьми. Для спектакля. Нееее. Спасибо за поддержку. Большое. 313 воз. Мы тут сидим на стульях, если что. Если кому-то это не нравится и твердо так же, как и нам, то, пожалуйста, кидайте донаты на желтый диван, на символ нашего канала. Без этого символа мы закроемся. А может, кубы тоже ждут желтого дивана? Кстати, да. Можно... Нет, много... И вообще, подковырка, это такая вещь. В ней сходится все. Это и стиль кидания, и техника. Но это не только эти составляющие. А что же еще? Это внутренняя наполненность, какой-то силы извне. Нет, я был наполнен, но после первых трех единиц я весьма был опустошен. Хочу передать привет маме. Мама, ты меня не смотришь. Почему? Она работает. Она спит уже, наверное. На чем? Нет, уже спит. Ну, я к тому, что... Не ждите подковырка. Она всегда есть. Просто либо ты набираешь ход и идешь, набирая правильный ритм, либо она не работает, и ее так не призовешь. А может, это все-таки ау? Ау. Ау. Сама судьба. Ну, явно, все приключения у нас ау. Ау. Сегодня было ау. Сегодня было конкретно ау. Блин, я чуть не умирала. Спасибо за сегодняшний стрим. Вы большие молодцы. А главные живые. Спасибо. Спасибо, Тальбам. О-о-о. О-о-о. Р-р-р. Хигер Маус. Офигенный стрим. Место для обсуждения выглядит тоже круто. Сегодня эпизод оправдал наши долгое ожидание. Сегодня предыстория Игдера, сохранение по городу и концовка. Я, конечно же, уже сонный, вообще не сразу понял, что и почему происходит, но когда понял, сразу прям офигел. Был вопрос у Гоши про предысторию Игдерса. Была ли у тебя тут предусмотрена свобода действий? Вполне себе. Ой, а у меня такой классный процесс. Да, вы же видели это боевое поле. Ну, может быть, могло быть в любом месте. Хоть в лесу, хоть под водой. Там очень много ям было. Я вспомнила, как Юра начинал вот это свое воспоминание. Я подумала, фига, блин, ты такой смелый, реально. Ты же знаешь, что ты выжил. И ты, ну, я не знаю, что ты знаешь про своих братьев. А что конкретно? Ну, типа, живы они или нет. Ну, неважно. В каком моменте, вот когда ты уезжал, например, с острова, они были живы или нет. То есть, ты как бы знаешь какие-то эти моменты, и ты такой, ха-ха, со мной точно ничего не случится. Я так не думал. Ну, такое было ощущение, но потом все перевернулось. Игдресс юный. Все, у меня отстали все вопросы. Кстати, всем, кто просит показать юного Игдресса, там нету картинки. Мы умирялись тому, что просто, как бы, есть статы. Лист персональный, да. Там нет картинки, там было, там крупно было написано Игдресс юный. И 7 хп. Вот что меня больше всего удивило. Кто откажется, тот явно билз. Юлия Испенца, Чехана. Чехана. Да, на театре. Ну. Что? Нет, я рвался только исходя из его еще большей наивности и вот этих детских энергий быть первым, побеждать всегда и везде, не смотреть по сторонам, а лететь вперед. С этим он борется. Да, он даже бежал, как Наруто. Да, да, да. Вот так вот назад руки. Я к тому, что я старался идти от него и будь что будет. Вот вышел такой день при Мауре. Весьма отвратительный. И понятно, почему. потому что Игдреса много комплексов и проблем с короче, с его характером и с ними он борется даже в 30 лет. 35, попрошу. Да, 35. 45 же было. Да, было когда мы... 35. 35 его. Да, да, ты потом все-таки захотел быть половине. Мне кажется, 45 как-то посолить. Ну, это... Куда 45? Господи. Ведьмачий возраст. Нет, нет. Но я не ведьмачий. В том-то и дело. Вот, я... Я скорее всего... Скорее этот... Как его? Его зовут-то? Не забыл. Цветик, Лютик, Лютик. Цветик, блядь. В общем, он борется с этим, но в том возрасте, когда ему 16 лет, они преобладают в его характере вся вот эта вот тупость наивная. Да. И это было круто поисследованию. Крытый сын, 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 сын. Кристину? Кристину, сын. Да. Я успела посмеяться, поплакать, отчаяться, испытать еще десяток эмоций, если не больше. Про Гошу даже говорить ничего не буду. Гений и точка. Вера затащила вообще почти весь конец критами. Диана, огромная умница, предприняла все, что смогла, и держалась до последнего, когда кидала куб на смерть и выплодиниться, весь чат умер. Да. Готовность и самопожертвование Андрея и Юры могу лишь поаплодировать стоя. Да, ну ты что, это ж просто персонажи. Спасибо за стрим, вы лучшие. По скриптам. До последнего надеялась, что светлячок, это агатка. Ну я тоже, к сожалению. Да, я тоже. Мы все думали. Нет. Мы же даже говорили об этом, типа, что в игре, ну в смысле, что светлячок, вы уже видели, что-то похожее. Да, ну я понимал, что это не агата. Ну да. А я вокруг ужасно, это... Когда сквозь меня прошел, я понял, что не агата. Да, да. Вот тогда я был, не агата. Я даже не был, что это может быть агата. Вот там еще один парень прорывается. Господа, постарайтесь все-таки не дублировать ваше сообщение. Если мы их каким-то образом пропустили, извините нас, мы не можем читать все. Вот. Липкие зики, сики-зики. Гоша, как игрок хотел бы порекомендовать, чтобы мастер делал ряд бросков вскрыто. В попытках воскресить сюжет. Нашел ты диван, а священные губы баночку для слез. Огромное спасибо за эмоции. Это как наркотик. Хочется еще. Пережить по-нести. Ди, Энджел, спасибо тебе большое за твою огромную поддержку. Спасибо большое. Невероятную. Спасибо тебе гигантское. Баночки для слез. Как игрок хотел бы порекомендовать Гоши, чтобы мастер делал ряд бросков вскрыто вместо игроков. Таких бросков, как проницательность, внимательность и, возможно, еще некоторых. И прямо обязательно для введения, и прямо обязательно для введения скрытые спас броски от смерти. Пусть игроки кидают, не показывая, не говоря другим результат. Так намного интереснее, особенно, когда ты пытаешься полечить кого-то, а он уже мертв. Ну, не знаю, скажу я вам, как игрок сам. Не хотел бы я кому-то отдавать свои броски на проницательность. Согласна по поводу проницательности, полностью. Это моя самая любимая проверка. Проницательность и внимательность. Не отдам ее никому. Про смерть, может быть, в этом есть какой-то прикол. Хотя, конечно, не хотелось бы тоже. Ну, такое напряжение, когда у человека два промаха, и ты сидишь и следишь за следующим его броском. Я просто могу сказать, что есть такое у меня ощущение некоторое, я сейчас поделюсь по поводу ДНД вообще в целом, что в ДНД часто говорят, говорят не метагеймить, то есть, чтобы мы не играли, что-то знаем. Это правильно. Но метагеймовый процесс, оно происходит внутренне, у каждого игрока. И это отдельная на самом деле статья удовольствия от игры. И с одной стороны, закрытые броски действительно дают больше интриги, незнания, но с другой стороны, есть, и я согласен, что иногда им место. Вот сегодня на выживание действительно был бросок скрытый, я его записал, и от него, кстати, может, что-то будет зависеть. А вот, что касается, например, спас бросков на смерть, я считаю, что это невероятный, как бы, катализатор эмоций для игроков, просто для всех, очень крутой, мне кажется. И для зрителей, для игроков, и он как бы, и он честный. Вот, что мне еще нравится, спас броски на смерть, он честный. Если бы спас броски на смерть были скрытые, уж поверьте мне, если бы они были скрытые от Дианы, я бы, наверное, тоже бы нервничал бы. Ну, в смысле, был бы какой-то соблазн, а так его нет. Это, мне кажется, просто не... ненужный... ненужный вех, не знаю, блядь... Ненужно это, вот, в ДНД. Именно... Жестное... Тьфу! Леша, тьфу на тебя! Я интернет развиваю, а ты его пользуй. Я про то, что именно про броски на смерть, потому что это всегда, как знаете, в фильмах замедленное действие. Вот оно происходит, и мы следим за этим на экране, за борьбу. А так нам очень трудно, и мы что-то лишнее, вот лично я, я тогда бы наебывал бы всех в плане... Ну, то есть, я бы кидал, и такой, типа, ой, шутка, нет, там 16. Ну, как бы... Оно бы теряло бы свой ход, ход, свою... свою важность этого момента, в общем, вот что я хотел сказать. Тут люди очень много тратят битцов, чтобы наконец допроситься у тебя на Эль или на Эль? На Эль. На Эль. Ну что, ребята, у нас прошло уже 50 минут из-за обещанных 30, поэтому, да, будем сворачиваться? Да, будем сворачиваться, спасибо вам. Ну, надолго. Спасибо вам. Но не будем сворачиваться, это самое прекрасное, что есть. О, да. Ну, тут немножко, конечно, пришлось переставить на обсуждение все, надо как-то продумать так, чтобы... Алиса, что сейчас пишет, вы ответите на пару вопросов, я честно, потому что, возможно... У меня, кстати, вопрос, когда ребята шли по лесу, чувствую грусть и печаль, это была какая-то проекция чувств Фионы, усиленной из-за воздействия ведьм, или как это работает? Он сейчас скажет, что не может ответить на этот вопрос. Нет, я, кстати, хочу ответить на этот вопрос. Я думаю, что скажу я так, что особенная трансформация, да, трансформация, которая произошла, и она же происходила, как бы, какое-то время длительное, и трансформация такого рода является очень серьезным и для материи, и как бы магическим процессом определенным, очень-очень сильным и серьезным, который не может не оставлять свой отпечаток там, где он происходит. Это, да, это, собственно говоря, один большой, сильнейший след трансформации Фионы. Вот. Ну что, на этой прекрасной ночи мы раз охладимся. Да, вот она вот. Желаемся в спокойной ночи. Спасибо, что вы уже с нами. Одевайтесь тепло, на улице уже и не так уж тепло. Люди из Ютуба, пишите, как вам стрим в студии. Да, пожалуйста, оставляйте. Они пишутся под видео на стриме. И на стриме, и на обсуждении. Это же разные видео. И на стриме, и на обсуждении. Обсуждении же, как бы, пожалуйста. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Нам это очень помогает. Каждый, кто ставит лайк, это простое действие, возниклик мышкой. На самом деле, при нашей коллективной деятельности подобной выводят эти видео наши в тренды, в рекомендованное. Их видит все больше людей. И все больше зрителей у нас появляется. И наша большая компания жабриков разрастается. Мы все в наших руках развивать этот канал. И каждое ваше маленькое действие в поддержку его в будущем принесет плоды. Вы поставите семечко лайка, а на его месте вырастет лес нашего невероятного успеха. Главное, чтобы не шумолеси вот это вот с Ковиным. Вот. Ну что ж. Всем махашкурья. Да. Всем махашкурья. Совсем скоро. Это последний эпизод в сентябре. Кто не успел купить подписки на Твич, по скидке срочно покупайте. Раз продажа. Раз продажа. А, нет. Завтра четыре церкви. А мы совсем скоро выложим расписание наше на следующий октябрь месяц. Будет множество сюрпризов. Множество невероятного. Октябрь обещает быть горячим, жарким. Ведь в конце октября будет... Брезлы. Между нами иди, иди. Тоже приходи. Мы собрались вместе тут. Приключения грядут. Я. Того, сцены. Продолжение следует...